Сегодня в России начались выборы различных уровней. В большинстве субъектов они проводятся в течение трех дней. В Карачаево-Черкесии избирательные участки открылись 8 сентября в 8 утра. Жители республики имеют возможность определиться с кандидатурами депутатов в Государственную Думу России, а также представителей в органы местного самоуправления нескольких районов. О первом дне трехдневного голосования в сюжете Артур Мкце. Выборы в Нижнюю палату федерального парламента сегодня стартовали в Карачаево-Черкесии. Кроме того, жителям с семи районов предстоит определиться с составом органов местного самоуправления. Несмотря на то, что у граждан есть возможность реализовать свое избирательное право в течение трех дней, уже в первой на многих участках отмечена довольно высокая активность. Люди извещены, информированы. Впоследствии мы уже работали непосредственно со списком избирателей, уточняли списки избирателей, количество избирателей, подготовили помещение для удобства избирателей, определили места для наблюдателей. Сегодня с 8.00 до 20.00 работа ведется. Явка с утра высокая. За плечами многих членов участковых избирательных комиссий это далеко не первое подобное мероприятие. С каждым новым голосованием они совершенствуют свои навыки. Точно знают, как правильно организовать места для голосования и территорию для размещения наблюдателей. Сейчас к депутату очень много требований. И депутаты, конечно же, должны быть активны. Они должны по большей степени находиться в регионе, слушать, заботиться о людях, выполнять поручения людей. То есть самое главное, они не должны быть инертными, они не должны просто отсиживаться. Даже если человек выступает, может быть, не так часто, будучи депутатом в Государственной Думе, но самое главное, а что он делает, в каких участвует в проектах, насколько он помогает людям. Жители Карачаево-Черкесии уже в первый день выборов демонстрируют довольно высокую явку, что говорит о небезразличном отношении к своему будущему. Голосование завершится 10 сентября в 8 часов вечера. У населения республики еще есть время, чтобы сделать выбор в пользу того из пяти кандидатов, который им видится оптимальным представителем регионов Государственной Думы Российской Федерации.